Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. Биткоин вчера вырос, Nvidia тоже. Да, Nvidia выросла на 8%. Хорошее восстановление на рынке. В этом видео мы сделаем теханализ биткоина, эфира, расскажу свое видение по рынку, покажу вам свой торговый аккаунт, в общем, поделюсь своим 20-летним опытом трейдинга. Учитесь на этих видосах, а также пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла подросла незначительно. Вот Nvidia плюс 8%. Эфириум минус 2%. Биткоин не сдвинулся почти. Ворлдкоин немного упал. Гугл подрос, это тоже. BNB плюс 2. Но давайте откроем биткоин. 57 290 долларов. Начинаем с недельного таймфрейма. Чашка с ручкой, бычий флаг. Стахастик развернулся вверх на недельном. Сквиз моментум все еще красный. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Тоже можете получить на моих курсах этого бота. Желтая вертикальная линия – это дата халвинга, 15 апреля, который был. И по моей теории, вершина бычьего цикла будет через 560 дней. Это октябрь 25-го года. Опускаемся теперь на дневной. Здесь нисходящий клин, из которого биткоин вышел вверх. Ровно так, как я и предсказывал. Цель 64 тысячи. Биткоин опускался на 52 тысячи. И поднялся на 58. Стахастик пытается вниз развернуться. Но на мой взгляд, там перевернутая голова и плечи. На дневном. Я сейчас покажу, что я имею в виду. Перевернутая голова и плечи. Или W тоже. Вот W, смотрите. На 68 можем пойти. Но так же начинает формироваться перевернутая голова и плечи. Хотя нет. Это все-таки W. И нисходящий клин. Переходим на 4-х часовой. На 4-х часах. Да, перевернутая голова и плечи. Что-то типа. Плечо, голова, плечо формируется. Перевернутая голова и плечи. Цель будет 65 тысяч. Вчера я давал торговую идею. Активировалась или нет? Нет. Биткоин опускался на 55... Да, 55500. А я ставил цену входа на 55 тысяч. Не сработало. Это торговая идея. Вернемся на дневное. Где можно было бы зайти? В биткоин. Я бы... Здесь поставил цену входа на 55500. По этой тени. 55592. Стоп лосс на 55288. Тейк профит на 105 тысяч. Соотношение 163. Риск 300 долларов. Заработать можно 49 тысяч. С десятом плечом заработаете 490 тысяч долларов. Как все понимать, что я тут рассказываю? Подробно объясняю на своих курсах по криптотрейдингу. Серая метка справа. Это цена входа в сделку. 55592. Стоп лосс это красная внизу. 55288. И зеленая вверху это тейк профит. 105 тысяч. Теперь перейдем на мой торговый аккаунт. Но сначала напомню про полезные ссылки. На байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Воспользуйтесь этой ссылкой. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. Получайте торговых ботов. Если вы постоянно теряете деньги в трейдинге, если вы как-то неуверенно торгуете, не понимаете даже как расставлять ордера, проходите мои курсы. Там я все подробно рассказываю. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте 611 тысяч 400 долларов. Было 610. Опускался на 565. Поднимался на 617. И теперь 611. Интересная неделька. 565 был минимум. Значит, я заработал 45... 46 тысяч долларов. И посмотрим за 30 дней. Начинал 599. Опускался на 564. Поднимался на 639. Опускался на 565. И теперь 611. Но зато я набрал крупные позиции. Ставка финансирования нулевая. А вот мои трейды на битке. Я продал по 65. Затем откупил биткоин. По 57. 54. И 52. Сделочка у меня пока что в минусе на 900 долларов. Я ухожу то в минус, то в плюс по этой сделке. Это крупная позиция. На 7,5 биткоинов. 430 тысяч долларов. И сейчас ставка финансирования негативная уже. Поэтому я плачу небольшую комиссию. За удержание этой позиции. 7,5 битков. Это то, что у меня на споте. Вот разбивочка. 18% доджкоин. 31% USDT. 18% биткоин. MCRT 12%. 8% юни. 7% эфириум. Теперь давайте сделаем теханализ доджкоина и затем эфира. Доджкоин. Открываем. 10 центов. Доджкоин собирается пробивать этот массивный паттерн, который он формирует в течение года уже. Это нисходящий клин. Внутри давление, давление, давление. И выходим вверх на расстояние, которое можно измерить по основанию. В данном случае цель 19 центов. И если это действительно отработает, то мы тогда... Получается рост 117%. Это моя цель на доджкоине. И поэтому я набираю. У меня сейчас его уже на 18% от портфеля. Это 97000 долларов доджкоина. Прекрасно. Теперь давайте на эфириум. Эфириум. Эфириум 2300. Минус 2%. Какие-то паттерны на графике. Восходящий клин отработал. Ровно так, как я и предсказывал. Я реально вижу, что-то формируется. На дневном. Тут что-то типа... Сейчас посмотрим. Что-то типа такого. Здесь... Давайте найдем годовую трендовую на самом деле. Это будет лучше. Похоже, что... Вот так можно провести. Вот она, годовая трендовая. Годовая трендовая. Давайте сделаем ее... Зеленой. Это годовая трендовая на эфире. Которая начинается с 23-го года. Если мы ее протянем дальше... Также у нас получается пересечение с этой трендовой, которая вниз идет. И две вместе формируют... Это нисходящий треугольник. Внутри давление. Давление. Вверх вышли. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Поэтому цель по эфиру может быть... 4700 долларов. Это уже моя предыдущая цель. Совпало. Гениально. Что тут может быть еще? Двойное дно. Или даже тройное уже. Можно там поймать на этой трендовой линии. Эфириум на 2200 зайти. Стоп-лосса 2178. Или даже чуток пониже, конечно. И тейк-профит на 4700. Соотношение риск-прибыль 28. На каждый доллар, которым вы рискуете, можно заработать 28 долларов. Потенциально. Цена входа 2200. Стоп-лосс на 2111. И тейк-профит на 4700. А вот теперь идем на ваши комментарии. На четырехчасовом биткоине формируется медвежий флаг. Цель 48000. Что думаешь? Ну давайте посмотрим. Биткоин. Четырехчасовой. Медвежий флаг типа. Смотрим. Где? Это не восходящий клин. На мой взгляд, нет. Это все-таки не сходящий клин. Я не вижу тут-то медвежьего флага. Я вижу перевернутую голову и плечи. Но спасибо за вопрос. Интересный. Один триллион уйдет с крипторынка, когда биткоин пойдет на 40 тысяч. Я так не думаю. Я думаю, что сейчас будет хороший рост на крипторынке. Один триллион. Добавить мы должны наоборот. Тут я не понимаю, что имеется в виду. Если вы говорите, что не умеете считать в уме, то научитесь. Это легко. И пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Или смотрите вот мои видосы в Ютьюбе. Это бесплатно. Доброе утро, Джеймс. Благодарю за твою работу. Отличный технический анализ. Пожалуйста, сделай обзор ICP. ICP хорошая была криптовалюта, когда они запустились в 2021 году. На самой бычке. И затем все рухнуло. Поэтому попытайтесь там найти уровни поддержки. Самые минимумы. И там уже можно набирать ICP. Привет, Джеймс. Отличная работа. Хороший орел. Это символ свободы. Уже давно тебе смотрю. Ты отлично обращаешься с финансами. Спасибо, Алекс. У Илона по-любому есть инсайдерская информация. Я думаю, что Илон, он много раз распределял богатство среди молодого поколения. И он говорит вам снова и снова. То есть он посылает там сигналы. То, что он твитит. Это он намекает, как бы. Сейчас я вам покажу в твиттере конкретно. Вот тоже интересное видео. Посмотрите. Учитель мотивирует студентов, показывая им картинки из их будущего, сгенерированные искусственным интеллектом. Показывает, кем они могут стать. Крутая идея. Такая мотивация. Супер. Тезер заработали в 2023 году 6,2 миллиарда долларов. Это больше, чем у Блэк Рок. У них 5,5. А у Тезера всего 100 сотрудников. В то время как у Блэк Рок 20 тысяч. Это выступление Майкла Сейлора. Он говорит, что биткоин может стоить 13 миллионов. Тоже где-то я твитил. Дальше. Я живу на планете, где Камала Харрис может сделать несколько эмоциональных заявлений. И Тейлор Свифт ее поддерживает. И, в общем, интересный тоже пост. Почитайте. Что там дальше? МСРТ, Мэджи Крафт тоже. Посмотрите. Интересно то, что они создают. Верите ли вы, что Камила Харрис победила на дебатах? Такую информацию подают в медиа. А это опросы в Твиттере. Тут совершенно противоположные результаты. Если вы действительно хотите сделать изменения, начните с этого. Уже 59 лет эти старики принимают решение. В Сенате и Палате представителей. Да они даже не знают, как включать компьютер. В общем, смотрите, сколько я натвитил про всякое разное, интересное. ABC атаковала Трампа, на мой взгляд, во время этих дебатов. Я хотел показать вам это на самом деле. А, вот еще, смотрите. Это очень важно. Сокращение налогов делает компании лучше, которые делают лучше капитализм. А увеличение налогов создает коммунизм. Северная Корея – коммунизм. Южная Корея – капитализм. Камала Харрис хочет вот это. А Дональд Трамп – вот это хочет. Коммунизм – это ужасно. Если вы, понимаете, в экономике вообще разбираетесь, то вы знаете, что коммунизм вообще не работает. Все, что в коммунизме, оно – это приводит к бедности. Работает реально свободный капиталистический рынок. А вот, наконец-то, Илон. Министерство эффективного управления. Доги. Если вы не затарились в Доги после таких намеков, то вы пропускаете кое-что интересное. Также присоединяйтесь к моему телеграмму, где постоянно есть трейдеры онлайн. Прямо сейчас что-то обсуждают. Блэк Рок. Что еще? Тезер. Бизнес. ЮСДТ. Каждый день 190 миллиардов проходит через Тезер. То же самое, что через Визу. Мощно. А вот, смотрите еще. Симметричный треугольник формируется на 4-х часовом. Тот-то увидел. Увидел то же, что и я. Бьютифул. Ну что ж, на этом все на сегодня. Думайте только о том, что вы хотите, чтобы с вами произошло. Делайте хорошие инвестиции. Сохраняйте свой капитал. Всем хорошего дня. И увидимся с вами завтра.